Приветики всем моим косметоматикам, сегодня я решила протестировать свою тональную основу и помаду, которая заказана с Алиэкспресс, написано NYX, она матовая, первым делом начнем тональную основу пробовать, это у меня второй номер, внутри она выглядит вот так, красивая маленькая упаковка, здесь такая прям лопатка сделана, и что ж, я открываю ее сегодня на видео первый раз. Оф, тугая, ого, у нее сделан вот такой носик малюсенький, уже чувствую приятный косметический запах, крышечка тоже очень красиво выполнена, я попробую для начала ее просто на руке, чтобы закрасить венки, вот такая она светлая, очень-очень светлая, и очень приятный запах, просто, просто очень приятный, классный запах. Сейчас я ее растушую, очень-очень кремовая, дает плотное покрытие, все, что сразу могу про нее сказать, светлая, но руки у меня темнее, чем лицо, и я думаю, что мне подойдет этот оттенок. Вот так она маскирует, и сейчас мы попробуем ее припудрить с помощью вот такой пудры Лидал, здесь три оттенка, мой номер первый, вот такой оттенок. О, теперь покрытие стало еще более приятным и плотным, гладкое, мягкое, абсолютно незаметно пор, мне понравилось, сегодня буду тестировать ее также на лице, и дозапишу это видео, скажу как вам, скажу как мне. Я буду использовать ее также для того, этот бьюти блендер, для того, чтобы пользоваться этой тональной основой, но пока запечатанный. И перейдем к помаде NYX, открываю ее также сегодня первый раз, на распаковке я ее не открывала, сейчас покажу вам кисточку, вот такая обычная кисточка в ней, и пробуем ее на руке, там где не было тонального средства. Обалденный оттенок, с оттенком я угадала, вот такой оттенок пыльной розы, пахнет приятно, еле уловимый такой запах, очень похожий на канцелярский запах ручки, такой приятный, немножко слащавенький, все как я люблю. И сегодня я тоже буду пробовать ее на губах, и дозапишу это видео попозже, рассказав свои первые впечатления от носки. Так выглядит на более четком цвету помада, и тональное средство. Как видите, абсолютно не видно венок, помада уже застыла в матовую, вот имеет такой легкий отбелеск. Абсолютно комфортно, никак не ощущается на руке, будем пробовать. Я наношу тональное средство вот такими полосочками, и буду растушевывать его на своей коже пока пальцами. Это средство обязательно нуждается в усадке, потому что оно очень кремовое, и имеет очень хорошее плотное перекрытие. Помада абсолютно комфортная в носке, очень приятная, ни капли не ощутимая на губах, дает плотный цвет всего лишь в один слой. Я никогда не пробовала настолько, настолько приятные у меня матовые помады, обычно я пользуюсь, вы знаете, блеской, блесками, очень часто их показываю в своих видео, но эта помада абсолютно классная на губах, она держится уже вот в течение 4 часов, просто обалденная. Абсолютно не ощущается на губах, и ни капли не стерла за все это время, нанесенная всего в один слой. Один слой! Что я могу сказать по поводу тонального средства? Оно идеально подходит для нормальной жирной кожи, я переживала, потому что моя кожа нормальная и склонная к жирности, но это средство отличное, оно без масла, видите, oil-free. И есть витамины, что тоже не пересушит кожу лишний раз. По тону мне чуть светлее, чем нужно, но для зимы, я думаю, нормально, скорректировать это румяными и бронзурами. Я все еще храню сводч помады на руке, вот он. Пыльный розовый оттенок, очень классный, эту тональную основу я усаживала пудрой и вот такой кисточкой. Ссылки на все я оставлю обязательно в описании. Мне очень понравилась особенно помада, и буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на канал, я буду снимать огромное видео тогда с всеми своими сводчами, всего-всего, что у меня есть. Такое релакс-видео. И если вы уже подписаны, то ставьте лайк, я буду знать, что такое видео вам нужно. Всем пока, и так же смотрите мои другие ролики. Забыла сказать, что это номер 02. Если у вас не супер белая кожа, выбирайте более темный цвет. И моя помада от NYX это 11 номер. Очень классный цвет, именно его я вам советую. Продавца много оттенков, но с этим я абсолютно хорошо угадала. Все, теперь точно всем пока. О, взяла в рот колпачок и пытаюсь говорить.